Студенты сдали нормы ГТО. В рамках празднования Дня российского студенчества на базе Саратовской юридической академии прошло спортивное мероприятие. Учащимся вуза предложили сдать нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Кто уже может получить золотой нагрудный значок, выясняла наша съемочная группа. Саратовские студенты – самые сильные и ловкие. Это утверждение решили доказать учащиеся юридической академии. В числе первых добровольцев они сдают нормативы студенческого комплекса ГТО. Свои навыки демонстрируют 50 будущих юристов академии. В школе, когда мы сдавали нормативы прыжки в длину, преподаватель мне говорил, что если ты покоришь вот эту трехметровую зону площадки волейбольной, то это уже может считаться большим успехом. Вот, стремлюсь к этому, осталось 4 сантиметра. Воодушевившись примером студентов, за гирю берется и сам губернатор. Рывок, еще рывок, и так 20 раз. Ну как ощущения? Замечательно. Так бы везде не занимался. В рамках сдачи норм ГТО подготовили несколько видов испытаний. Прыжок в длину и рывок гири для юношей, сгибание-разгибание рук и поднимание туловища из положения лежа для девушек. Общее испытание – заплыв на 50 метров. Сдать эти нормы, признаются участники, не так уж трудно. ГТО – это не только отражение своего личного здоровья и повышение общего статуса университета. Мы частично думаем и про обороны нашей страны. А в чем у нас случается? Именно хорошие учеты, именно хорошо заниматься спортом и здоровым. И это будет являться хорошим поездом нашей России, особенно как никогда сегодня это не хотимо. Едва последний участник опускает гирю, жюри готовится подвести итоги. Награды получают студенты, которые продемонстрировали самые высокие результаты. Медали и грамоты подготовили для участников, занявших первые места в каждой из четырех дисциплин.